Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с первым сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк, погнали! Ну вот, мы находимся возле автосалона Мерседес БМВ и просто вот на таких немецких тачек. И тут мы сейчас будем смотреть с вами новую БМВ М4-82. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Честно, тачка смотрится очень круто и очень и очень интересно. Я когда думал про БМВ М4, я совсем думал, что какой-то там будет простенький обычный автомобиль, такой городской седан от БМВ. А тут, ну, прям премиум, премиум, прям такая вот, ну, не тачка, а настоящая сказка. То есть, огромные вот эти вот ноздри, фары, вот, собственно говоря, с такими кругляшками в стиле БМВ. Но как же она смотрится вот на такой тачке в ночное время, будет самое то кататься по миру МТА Провинции. Я вот уверен, что как же она вот просто топ-автомобиль стоит, короче, на 8 миллионов рублей. Чтобы даже вот посмотреть, там есть две БМВ М4. Вот я, на самом деле, думал про вот эту вот. Я, собственно говоря, даже не знал, что вот у нас есть. Но я забыл или не думал. Я вот, честно говоря, думал, что какую-то, про какую-то, вот, знаете, вот, наверное, БМВ, не знаю. Ну, короче, у нас есть еще одна М4, но в кузове F82. Кстати, тоже прикольно, но вот G82 совсем другой аппарат. Вот просто совсем даже его оглянуть прикольно. Нет, в белом цвете будет самое то, на него глядеть. В черном уже не особо видно, потому что, ну, все-таки, ну, нет, ну, она и в белом, она топово смотрится. Ну, просто что за аппарат? Вот посмотрите. 8,5 миллионов рублей. Ну, за эти деньги, честно, она того стоит. Я вот уверенно могу сказать, что этот автомобиль стоит своих денег. Конечно, вот расположение номера, вот, как-то вот, вот, вообще оно не вписывается никак на эти ноздри. Ой-ой-ой-ой. Но она реально вот прям максимально кайфовая и интересная. То есть, также две двери, вот такое вот купешка, но довольно-таки крутая. И сзади фонари тоже выполнены в таком стиле, как вот настоящий такой спортивный автомобиль. То есть, и на погорду суету навести будет покайфово. И там выехать по трассе, вот прям тапочку нажать, будет топово. Литые диски тоже мне нравятся. Прикольные. Конечно, это не самые, считаю, красивые от BMW, но все-таки вот прям достойные. Ну, вот, лайф точно заслуживает. Салончик простенький, вот, как всегда, BMW в своем стиле всегда делает строгий, спокойный салон, без лишних каких-то деталей, без лишнего фанатизма. И это BMW, ребят, тут все сказано. BMW это BMW. Ну, а теперь-то всем-то интересно, как она может ехать. Давайте проверим. Поэтому вот так вот разгоняемся чисто по городу, вот, со старта. Ну, вот, ну-ка, давайте, кстати, и тормоза держат дорогу отлично, то есть, тачку не бросает. Вот, давайте со старта, раз, два, три, четыре, пять. Ну, четыре с половиной секунды, и все. Бэх, уже на сотню рвет, вот. А дальше уже разгон идет на 200, то есть 200, но тоже уверенно вот дает. То есть, 200 километров в час мы поехали, помчались, и будем вымерять максимальную скорость. То есть, уже вот едем 270, 280, я уже начал куветре ломать чутка. 300 километров, 290, и максимальная скорость на стоке. Я уверен, что если прокачать полностью чисто скорость, то вообще будет... Ой-ой-ой, как же она держит дорогу? Блин, вот, ребята, она впал... Вот, я ее разогнал на максимум, и она при торможении даже никуда не закинула сильно. Понимаете, как она держит дорогу? То есть, на ней оперские движения... Ой-ой-ой, да, на ней это оперские движения есть вариант делать, но... Ой-ой-ой, как она... Да, она даже разбитая смотрится прикольно. Я бы такую разбитую купил бы тоже. Блин, это просто стиль. Это действительно максимальный стиль. Ну-ка, вот, давайте оперские движения замутим. Не, она, во-первых, не дает тебе сильно опереть, потому что у нее стабилизация срабатывает, и тачку выкручивает обратно дорогу запускать. То есть, не будет такого, что ты когда-то улетишь или что-то еще. То есть, ой-ой-ой, нет, нет-нет-нет, да машина тебя не пустит вообще никуда. Можешь смело забыть все свои там какие-то моменты. Она вот будет стараться до последнего оставить твою жизнь вот прям максимально позитивно. Потому что, блин, не у каждой машины такое есть, чтобы вот прям настолько она максимально круто держала дорогу. И я вот заезжаю, и вот я сейчас попробую, кстати, в поворот войти на скорости. Да, она это делает, ребята. Ё-моё, чё за бэха мощная. Но я такой еще не видел, ребят. Но я вот такой не видел, чтобы она, ай-яй-яй-яй, вот успевает. Она успевает и притормозить. То есть, действительно, ты можешь на больших скоростях заходить в повороты там, куда тебе надо. Да, вот так вот отличненько. То есть, ты заходишь, и даже по дворам, да, я могу там навести суету. То есть, хопа-хопа, вот так вот налево, потом направо вот так вот даем. И я ничего еще не зацепил. На приоре я уже каждый дом бы прочесал. Но, ребят, тоже сравнили приору и вот эту BMW. И вот давайте вот даже мимо, мимо гаражей. Ну, мимо гаражей это я уже не проехал, но это уже мое мастерство сыграло роль. То есть, тут даже не машину вернить, а мое мастерство. И да, вот тачка прям максимально, ну как же она круто вот ездит. Вот мое уважение этому автомобилю. Вот прям, прям достойный. Вот прям я вот максимально лайк ставлю ей. И ай-яй-яй, я ее уже, конечно, чуть-чуть подразбил. Но все равно даже в разбитом состоянии смотрится дико мощно и круто. Поэтому, ребят, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК, достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинция. И ты обязательно кайфанешь, потому что она без каких-либо реклам, ты можешь скачать и начинать играть прям бесплатно. Ну и во-вторых, она тем более полностью в онлайне. Поэтому обязательно переходи, качай. Если что, я играю на седьмом серваке, заходите туда и начинаете играть вместе со мной. Вот прям каждого из вас ждут там. И, кстати, чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, смотрите, что нужно сделать. Зашли в игру, нажали на буковку М английскую. Далее у вас открылось вот так меню, тут статистика, бла-бла-бла. Это нам не нужно. Переходим вниз. Раз, два, три, четыре. Четвертый раздел реферальной системы. И вот тут в появившемся окне вам нужно ввести мой промокод личитоп. То есть вот этот промокодик личитоп ввести во вкладку активировать промокод вот сюда. И вы с легкостью получите бонус. Поэтому, дорогие друзья, так и делайте. Запомнили? Личитоп во вкладку активировать промокод. Все, изи, просто изи. Поэтому, ребят, в принципе, на этом все. Кодовое слово. BMW M4. Все, кто написал BMW M4, обязательно попадут в мое новое следующее видео. Ну а с вами был Личи. И все. Уже как бы бэха горит. Но в то же время... Ой-ой-ой-ой. Вот это жесть.